Мы едем Что, видно Марину? Ничего не видно Тебя найдем Мы в поисках Марины, где мы будем поднимать нашу лодку В общем, приехали к первой Марине Обозначено на карте, что она вот здесь Здесь какой-то кран технический Технический, но они тоже лодки, видимо, поднимают Но они не такие, как у нас Скорее всего, какие-то просто технические И мы не можем найти офис Марины Здесь какой-то домик Мы думаем, что все-таки это не оно Поэтому будем сейчас искать Здесь очень много Марин Здесь внутреннее, типа, озеро В общем, не знаю, искусственно создано И очень-очень много здесь Марин Вот первая Марина, которую у нас по списку Мы сейчас пойдем узнавать Что там и вообще есть ли нормальный подъемник Чтобы нас поднимать Пока вот нашли только это Едем дальше Наверное, вот там, где синенькая какая-то Грабацкая локса стоит Наверное, там можно Мы ищем сейчас офис Марины Не можем припарковаться на Тузике На Динге То есть здесь везде вот такие вот разрушенные причалы Я не знаю, ты особо так близко не подъезжай Потому что тут столбы торчат из воды Такая вот Марина Очень обнадеживает, конечно, не знаю Сейчас постараемся найти Хотя бы Может быть, вон туда левее пойдем Я видел с другой стороны Давай туда-куда, нам там проще оттуда будет добраться Как будто здесь Ирма прошла Вчера Да, вчера Посмотрите Ну, как бы, вообще, на самом деле Ирма здесь прошла в семнадцатом году Она здесь все разнесла нафиг Все лодки лежат Причем вот здесь вот в этом заливе Здесь глубина в среднем 3 метра Очень много утопленников Вот такие вот разрушенные персы Я, конечно, чуть большего ожидала от Марин Которые здесь на Сен-Мартене Ну, в общем, будем искать Приехали мы на первую Марину Тузики вязать негде Подъемник вот есть Лодочка здесь вот стоит Можно посмотреть Здесь нос разбило Хотя, кстати, его уже, в принципе, срезали Но можно отремонтировать Зато главное достояние на лодке Что должно быть? Вот кондиционер Пожалуйста Извините меня за мой сарказм, конечно Но это не самое главное на яхте Лучше нос заклеили Мачта-то даже нет Да мачта-то нужна, разве когда кондиционер внутри стоит Вот подъемник есть В принципе, сейчас мы будем смотреть Можно ли здесь поднять нашу лодку В принципе, надо смотреть, на сколько он рассчитан Но так с виду, конечно, вроде бы нам подходит Осталось найти офис Марины Такие вот здесь Марины Это, конечно, вам не знаю Так Пока непонятно, что это за Марина такая Называется она Робис Марина Сейчас будем искать главный офис И узнавать стоимость подъема И вообще, возможно ли это Потому что нам надо в ближайшее время Закройка Наверное, обед Пришли мы Непонятно вообще, где офис То есть из более-менее цивилизованных зданий Вот этот вот железный домик Такая вот здесь Марина Наверное, только ради этого здесь стоит подниматься В общем, весело Класс Пойдем на пляс Здесь вообще Марина так устроена Что если вы уезжаете Лодку оставляете То обязательно должна быть страховка Если страховки нет То можете снять мачту Вот так вот оставить ее на хранение Смотрите, как они там красиво уложены И все, и лодку вашу можно будет здесь оставить Вот, класс, да? Сняли мачту Положили на полочку Вернулись, забрали Обратно установили Поехали А вот и офис Марины Нас сюда послали Сказали, идите прямо и налево Вот Ой Это шутка Смотрите, какой интересный полоток у собачки Это трос Сразу видно Морская собака В общем, пришли мы спрашивать Сколько что стоит Они сказали, что Вам не сюда, вам дальше Где глубина, наверное, побольше Сейчас узнают Посчитают нас Что-то Смотрите, что-то Вы приходите в битве Здесь, это битве Санды-гроунд Дальше к мне есть JMC. Вы можете туда, цена лучше, и вы можете сделать свой свой работ. Это более дорогой. Ну что, тогда надо было туда ехать. А туда есть какие-то? Нет, это вкласс. Класс? JMC, окей. А это французская? В любом французской бирже. Этот бирже, этот бирже, когда вы приходите под бирже, это бирже, но вы работаете с краном. Это не хорошо для вас. Этот бирже, это бирже. И вы живете на бирже? Нет проблем. Здесь. Что стоит на бирже? Только на бирже. Только на бирже. Только на бирже. И чтобы посмотреть? Да. Может 300 долларов. 300 долларов. Ну что, пойдем тогда? Они нам не дадут здесь красить. А, все, туда пошли, да? Окей. Спасибо большое. Спасибо. Окей. Пока-пока. Пока-пока. Удачи. Удачи. Плюс еще, мы должны купить сами краску. В общем, это очень долгая история. И здесь, в принципе, подъемник у них есть, но он сказал, что лучше идите вы туда, на французскую территорию, а здесь уже голландская территория. В общем, здесь какие-то у них свои правила. Можно красить, нельзя красить. Поедем мы сейчас искать марину, которая нас устроит. Вот еще одна марина, уже более-менее приличная, с нормальным дингидоком. Вот два крана здесь есть. Сейчас будем уже смотреть, сколько здесь что стоит. Вот здесь есть уже подъемники для больших лодок и для лодок поменьше, в общем. И территория уже больше марину напоминает, чем то, где мы были сейчас. Сейчас найдем офис и узнаем, сколько что здесь стоит. И не забыть единой. Я плачу ее. Продолжение листик лодок мы не можем сами красить антифуллинг. А, 44 фит. Катюмарин монохол? Монохол. Это документ, текст. Вы должны сделать запомнил. Мы не можем сами красить антифуллинг. Они берут за это примерно 1000 евро за то, что они сами покрасили днище, но в общем мы сами умеем все это делать, поэтому 1000 евро за эту работу мы готовы. Если мы не знаем, то мы проверим. Мы проверим. Сколько стоим будет, если они подойдут? Вы должны поставить это, а потом мы поставим в компьютер. Ничего, заполнять или нет? Да, да, да. Один момент. Мы оставили заявку, чтобы нам посчитали, сколько будет стоить подъем нашей водки и покраска. Сразу цены не говорят, сказали завтра. Посчитают и завтра скажут. Вот такая вот здесь Марина для мегаяхт. Все по электронной почте напрямую нельзя контактировать с людьми, поэтому будем ждать до завтра. Мегаяхт Марина, Боби, Сен-Мартен. Ура! Мы сейчас на голландской территории. Очень интересно здесь одно озеро и две территории. И здесь на голландской территории очень много марины и очень большой выбор магазинов. Есть Island Water Wall. Пойдем? Пойдем. Вот какой магазин. Пойдем. 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 Вот антипулинг. Давайте сразу смотреть. Вот праймер. Вот, кстати, мы таким красили последний раз. 184 долларов стоят. Это праймер? Это праймер. А вот... Так, 184. Причем там большая банка, насколько я помню. Маленькая такая банка. А где же антипулинг? А, вот она. Нет, не то. Нам нужен 44 какой-то там. Сейчас найду. Вот. Вот. 370. Нифига себе. В Бадгит Марине 325 стоит. Только цвета там черного не было. Был серый. За 325. Здесь 370. Вообще. Магазины рядом стоят. Очень большой выбор для их сменок. И вот Бадгит Марина. Мы сейчас как раз к ней подъезжаем. Есть Ямаха центр. Официальные представители. Есть еще, в общем, очень много разных представителей. А вот Бадгит Марина. Мы сейчас хотим посмотреть, сколько здесь стоит антипулинг. И еще там всякие разные штуки для ремонта. Так что сейчас посмотрим и, может, вам покажем. Наш? Не, не наш. Нашу побольше. Так, ну какая-то скидочная. Ой, вот что нам надо. Вот что надо. Розовый фламинго. Нашли в Бадгит Марине целый отдел с Ямаром. Здесь и ремни есть, и прокладки есть. В общем, сейчас будем все искать и спрашивать. Такой вот здесь Бадгит Марина. Огромный просто. Рай для яхтсмена. Два этажа. Здесь есть пелаундри, тоже на голландской стороне. Не самообслуживание. Так как прачечная принимают. Сами стирают, сами сушат, сами выдают. Вот. Мы спрашиваем, сколько стоит не будем. Потому что я нашла самообслуживание. Там нам больше нравится. Вот супермаркет есть. В общем, очень прикольная здесь зона с этими маринами. Все-все в принципе есть. Янмар центр есть. Сейчас мы пойдем смотреть термостат. А то у нас мы его варили-варили. Он у нас не варится. Так что нам нужно купить новый термостат. Янмар, про яхтсмена. У нас есть проблемы с этим. Какая цена? Тебя с деньгами, а как только такие? Они просто такие. Это же посторонарьи. Они в Янмар? Конечно. Все это Янмар. Мы же в Янмар пришли. мы спросили сколько стоит новый холодильник нам на мотор стоит 1100 долларов а новый мотор стоит 11000 долларов термостат 85 долларов ну в комплекте в комплекте с вот этими прокладками такая вот интересная форма вот очень хороший офис кстати янмаровский все есть вообще ну практически все есть то что нам нужно и ремни и термостат и всякие прокладки которые всевозможные там для термостата и фильтры фильтры вообще очень дешево стоит 10 10 долларов всего мы в гренаде покупали наверное за 30 долларов фильтр в общем все достаточно здорово вернемся сюда чтобы войти в магазин нужно помыть антибактериальным мылом руки это не какой-то там вам антисептика и вон маски кстати надо взять надевать первый магазин который мы здесь встретили где такой контроль ой здорово можно даже на шею называется электрик какой-то market и вообще просто не знаю как гипермаркет все здесь несколько уровней вообще есть все что все что наверно можно купить для яхты будем сейчас сейчас здесь все изучать смотреть но в принципе достаточно много всего надо купить так чуть такое что это такое всякие штучки фигучки в общем ладно будем искать что нам нужно покажем вам все цены мы ищем термостаты здесь есть очень много разных вариантов прям такого как нам надо у нас янмаровский его здесь мы не нашли но зато здесь есть очень много всяких разных других нужных штучек смотрите какой какой длинный фагазин идешь идешь и все он не заканчивается такой вот здесь гипермаркет всякие предохранители лампочки но это надо хотя на предохранитель надо у нас один сгорел о сколько здесь всего сейчас мы чем себе купим но пт bitcoin а а а а а то а Продолжение следует...